Приветствую коллеги, с вами Давид Рязаев. В данном видео мы разберем, зачем инвестировать недвижимость. Так ли она привлекательна в качестве пассивного дохода. Итак, поехали. Что вообще такой пассивный доход с недвижимости? У вас есть квартира, вы ее сдаете в аренду посуточно или в долгосрок, получаете плату за найм и радуетесь, что нет простоев в аренде. Прекрасно, не так ли? Вернемся к вопросу, откуда у вас квартира? Замечательно, если это наследное имущество и вы ее не покупали. А если квартиру купили, да еще и в ипотеку? Давайте почитаем. Например, ипотечный платеж 300 тысяч рублей в месяц. Коммунальные услуги обязательной платежи 7 тысяч рублей в месяц. Платежи по аренде или сдаче в долгосрок 40 тысяч рублей в месяц. При посуточной аренде примерно 60 тысяч рублей в месяц. Итого на руках от 3 до 33 тысяч рублей ежемесячно. Популярный вариант увеличить доход от сдачи недвижимости в наем. Разделить квартиру на студии. Сдача квартиры по студиям в аренду дороже. Для расчета возьмем две студии с платежом 25 тысяч рублей ежемесячно. И получаем за долгосрочную аренду двух студий 50 тысяч рублей в месяц. За посуточную сдачу двух студий 120 тысяч рублей в месяц. Итого на руках у нас от 17 до 87 тысяч рублей ежемесячно. На первый взгляд хорошее вложение денег. Но прежде чем вы оформите ипотеку в ближайшем отделении банка, добавлю ложку дегтя в эту бочку меда. Если заниматься посуточной сдачей квартиры, можно попасть под действие закона о гостиничном бизнесе. А еще стоимость недвижимости напрямую зависит от курса доллара. Также высокий порог входа на этот рынок. Здесь нельзя стартануть с вложений 100 тысяч рублей. Как минимум нужна сумма на первый взнос по ипотеке. Но некоторые плюсы перевешивают все минусы. Стабильный денежный поток, хороший вклад для будущей пенсии, низкие ставки по ипотеке. Отличный вариант для передачи доходного имущества в наследство. А знаете как можно сделать вложение в недвижимость еще выгоднее? Сейчас расскажу. Купить дешевле рыночной цены. Так вы уже на старте выигрываете. А где купить такое имущество? Конечно же на торгах по банкротству. Причем это может быть не только квартира, но и коммерческая недвижимость, офисы, здания и так далее. Как это возможно сделать? Первое. Вы выбираете объект. Наш отдел выкупа подбирает самые выгодные, ликвидные предложения в этой категории. Второе. В работу берем только доходные объекты с коротким сроком реализации и высокой окупаемостью. Это очень важно. Третье. Заключаем договор и участвуем в торгах, учитываем, что объекты на торгах уже на 30-70% дешевле рыночной цены. Четвертое. Выигрываем год и оформляем имущество и дальнейшие действия зависят только от вас. Либо вы как собственник пользуетесь имуществом, либо с помощью нашей команды мы реализуем приобретенное имущество с выгодой. Наглядным примером такой работы могу привести недавний выкуп коммерческой недвижимости в городе Волгограде. 1164 квадратных метра бывшего магазина были выставлены на торги за 64 миллиона. Уже на 6 миллионов дешевле рыночной цены. Мы его купили за 46 миллионов 300 тысяч рублей, сэкономив 34% или, вдумайтесь, 23 миллиона 700 тысяч рублей. Все реально. Нужно только начать действовать. Например, как это делают наши инвесторы. Если вы хотите также позаботиться о своем будущем, создать пассивный доход, оставляйте заявку и наши сотрудники подберут вам самый выгодный вариант сотрудничества. Все варианты связи с нами указаны под данным видео. Выбирайте удобный для вас вид связи. Также подписывайтесь на наш канал. Если информация была полезна, ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Также пишите комментарии. Мы их любим читать. Инвестируйте грамотно. Инвестируйте с НАП. До новых встреч. На связи был Давид Резаев. Продолжение следует...